excuse me так ну чего еду на тренировку так обычно и получается что время появляется для того чтобы пообщаться вот так прямом эфире что-то записать по дороге а куда-то так как у меня дорога в город из-за города где живу всегда сопряжена с тем что я еду с тренироваться как правило либо тренировать то есть либо в один клуб либо в другой либо в третье либо качаться либо мешок бить либо драться либо что-то еще вот то всегда говорю когда еду из своего дома тяжелая да говорит что она не пристегнут требует сумку пристегнуть вот то всегда и начать я еду на тренировку и сейчас я хочу по дороге на тренировочку поговорить об интересной теме просто недавно звонили мне очередной раз с консультацией по телефону то есть на просили проконсультировать по ряду вопросов о работе на макеваре и был заодно вопрос задан такого плана но это в процессе беседы до этого дошло как раз вот тема этого вот эфира то есть имеет ли смысл да а вообще иметь мощный там удар если умеешь сам драться нет опыта предположим уличных боев нет опыта спортивных соревнований никогда не занимался секции бокса и так далее как же быть может надо наоборот сначала пойти потренироваться спортивную секцию учиться драться а потом уже ставить пушечные сумасшедшие там удары все такое прочее вот это на самом деле тем очень сложная попытаюсь разобрать ее быстро потому что на этот предмет я буду записывать хорошие полноценные красивые видео с детальным разбором и статья будет на моем сайте на будушин точка ру скорее всего вот и значит давайте вот по таким аспектам дать пройдемся человек решил научиться драться и соответственно пошел заниматься спортивную секцию давайте не будем рассматривать тот аспект что спорт и и улица там разные вещи безусловно человек который занимается спортивной секции боевыми искусствами он однозначно будет эффективнее на улице чем человек который не занимается то есть для улицы спорт такой как бокс там карате капушин карате там куда замечательно годится все все великолепно о поправках которые вводят улицы мы сегодня говорить не будем вот но понимаете в чем дело если человек не ставит изначально сильный удар да это пушечный то скорее всего чем он будет дольше тренироваться в спортивной секции тем он больше будет уделять внимание аспекту тактическому и стратегическому вот опять же техническому но не в плане развития и сам силы самого приема и его разрушительной способности почему потому что чаще всего это не это самое часто это такая вещь что техника из и тактика очень часто идут в разрез с силой в это вот сто процентов и скорость тоже очень часто чем чем вы делаете быстрее дать технику тем она вроде бы должна быть я сам ей сильнее но зачастую это не так мышечные группы не успевают правильно скоординироваться и в силе можно наоборот даже потерять наталья так я просто вижу что в эфире появляются люди вот и в силе даже можно потерять этого не происходит тогда когда мы изначально прорабатываем силу и уже на силу накладываем скорость если же мы поступаем с точностью до наоборот отрабатываем сначала и действие в скорости а потом пытаемся наложить на него силовую составляющую скоординировав правильно все мышечные группы то мы как правило успеха не добиваемся а вот человек смотрите он уже научился определенным образом тактически действовать эффективно то есть он дерется в спортивном поединке и как говорится по одно тачкам у него все замечательно получается то есть он ну реально то есть он много попадает из самых разных положений но у него не выработана именно та биомеханика которая дает то есть стереотип динамический который дает максимальную силу приема и в итоге чем это заканчивается когда он начинает ставить мощную мощную пробивную технику он неминуемо начинает терять либо в скорости либо в технике то есть он начинает драться хуже ему это не нравится в итоге он выбирает первое то есть он выбирает вернуться снова к тому что у него хорошо получается и путь к постановке мощной пробивной техники у него в принципе заказан то есть у него уже ничего не получится это сто процентов совершенно и есть конечно но значит одаренные люди то есть одаренные боксеры одаренные бойцы у которых совместно получается все это то есть они могут сначала наработать предположим хорошие тактические схемы вот хорошую тактику боя скорость огромную и потом наложить на нее сил как но вот очень часто мы видим по телевизору и на ю тубе когда маленькие дети очень классно поливают лапы там да то есть двигаются прекрасный дриблинг огромная скорость и все такое прочее вот из таких вот детей могут вырасти прекрасные тактики отличные бойцы и боксеры которые по очкам будут там вообще выигрывать стабильно но нокаутерами из них станут единицы и те у кого есть нотодаренности в данном плане непосредственно именно в силу той причины о которой я только что говорил а если они наработают вот эти тактические вещи которые у них очень хорошо получаются они будут это дело все применять а силу они уже не наработают потому что вернувшись к теме постановки силы когда они повзрослеют все собственно говоря они почувствуют что они теряют в скорости они теряют в дриблинге и все и силы реально не будет единицы единицы только станут из них ну реально нокаутерами в том плане нокаутерами когда человек может любым ударом а попав в любую часть тела практически поразить человек ну точно попав разумеется отправить человека в нокаут потому что конечно нокаутером можно стать и чисто на тайминге да то есть в игровом и стиле и щелкнув человека вовремя по челюсти можно отправить его в нокаут даже слабым ударом я имею ввиду удар нокаутирующий такой как и кинхисацию когда ударом проламываются ребра а сердце буквально размазывается на то позвоночник страшные вещи говорят ничего страшного артов килинг есть артов килинг я я ж не призываю так делать я говорю о возможности подобных событий так вот и соответственно скорости 60 давайте говорим о том так может человеку самого начала когда он с тренироваться начинает может начать наоборот ставить удар да то есть сначала поставить удар то есть выработать правильную схему движения правильную динамику и только потом уже все остальное знаете вот имеет смысл реальный смысл имеет потому что сила реально складывается из двух вещей это с правильной техники то есть это правильная траектория кинетика и биомеханика в этом плане фундаментальной и очень правильной школой являются практически все стили традиционного карате не будем помалять их заслуги в том плане что система тренировки техники там просто великолепно именно поэтому это может быть реальной системой потому что берутся люди разные с разной комплекции разного возраста и они приводятся к но не к общему знаменателю но технически можно сразу понять что человек из одного направления другого третьего и в итоге в рамках данной школы они добиваются примерно равных силовых показателей скоростных безусловно тот кто этому больше времени посвящает тот добивается больше результатов если он еще применяет современные методики какие-то до которые базируются не на чисто традиционных вещах когда нужно там пол жизни положить чтобы добиться серьезных результатов а может ускорить эти методы самки традиционные то там вообще все замечательно получается вот поэтому каратэ в этом плане так и работает человек оставят в стойку кибодачи он делает сейкен чокуцки потом делает за эти же стойки блоки потом начинает это делать в стойке в зенкуцу дачи передней до в обратной стойке в кокуцу да в ура зенкуцу в задней стойке кокуцу и так далее то есть он отрабатывает технику в различных самки положениях чтобы выработать жесткую трансмиссию в данной ситуации затем он начинает делать то же самое в динамике то есть видите вот здесь все четко в системах таких как бокс ммэй куда там более быстро преодолевают эти все этапы чем мы быстрее этапы эти преодолеваем все да тем соответственно мы больше теряем то есть человек в итоге становится неплохим бойцом в плане тактика и стратега боя но очень сильно теряет фундаментальной технической подготовки поэтому и мы видим что они все такие разнокалиберные и самобытные то есть поэтому ммэй станет реальной боевой системой сформировавшийся полностью полностью сформировавшийся когда у нее выстроится четкая методология что уже собственно говоря и происходит скорее всего ммэй конечно очень перспективной боевой системы будет и на на самые те и скорее всего и перспективная об этом я уже многократно говорил вот но они сейчас находятся в поиске и реально они выходят на специалистов которые могут создать и развить методологию то есть выходили на меня в том числе в плане ударной подготовки снарядной подготовки пока это дело далеко не продвинулась потому что у них есть желание но нету как как говорится то есть вспышка вот энергии есть но поддерживающие так угля горение этого ну пока не хватает не успевают пока они успевают заниматься популяризации и организации различного рода соревнований мероприятий и так далее для того чтобы захватить как можно больше рынок именно коммерциализация ммэй которую так ну порицают и не дает ммэй и стать реальной боевой системой как таковой вот на самом деле все у них может даже запросто получиться так вот и вернемся к удару постановки значит ударной техники может действительно ставить удар вот и говорю что каратэ так и делается так и делается сначала ставится техника формируется как таковой матудар, приводится к общему знаменателю техническому, и потом уже начинаются разного рода кумите, гахон, санбон, ипон, джуипон и так далее, потом шобу ипон, и все, пошли уже там различного рода свободные поединки. И тогда действительно получается такая вещь, да, мы забываем еще по ходу про макевару, которая в традиционных стилях является сердцем, как говорится, постановки базовой техники для тех, кто реально на ней работает. Потому что многие, ну, тортодоксы, которые себя таковыми, я сам считаю, уже и забыли, что такое вообще работать на макеваре. Они про нее, конечно, знают и очень много тпетюкают по поводу того, что да-да-да, мы на макеваре работаем, но если реально посчитать то количество часов, которые они ежемесячно посвящают, работы на этому самому сакраментально важному снаряду вообще в постановке ударной техники, то там, не знаю, наберется ли час или пара часов реального времени за месяц, что они проводят за снарядом за этим. Это огромная вообще составляющая каратэ подготовки ударных поверхностей, вкрепление ударного звена, привод правильной ударной части на мишень, да, и так далее. И постановка пробивной самотехники. Более того, абсолютное большинство мастеров используют макевару, которые даже пользуют ее очень узконаправленно, отрабатывая на ней какие-нибудь маленькие-маленькие аспекты техники, например, там только сейкин чокуцкин, все, все, как будто ничего другого больше не существует. Да и на макеваре отрабатывать можно все. И открытую руку, и закрытую локти, предплечье, голени, стопу, во все, кулак комплексно со всех направлений, кисть, пальцы, все, что угодно. Все на макеваре. И в разделе как укрепления на дворах поверхностей, так и постановки базовой техники и удара. Опять же, и тайминга того же самого, и дистанции, и работа в динамике, это вообще. То есть, этого ни у кого практически не видел, кроме как у тех, кого научил сам. Многие работают на макеваре мастера, многие делают аспекты некоторые очень хорошо, просто вообще великолепно. То есть, аспекты некоторые просто шикарно получаются. А другие вообще игнорируются полностью. Например, в динамике работа на макеваре. Это вообще для многих является, скажем так, откровением, что можно в макеваре работать вообще, динамику, серийную работу проводить на макеваре и так далее. Вот. Ну так вот, если мы сначала ставим удар очень сильно, то потом на удар, на мощный, легче положить сам технику. Легче интегрировать, встроить мощную ударную технику, мощный, скажем так, удар в хорошую технику. То есть, хорошую технику легче положить сверху на хороший мощный удар. Вот так вот. Наоборот, сделать это трудно. Трудно это более долгий путь и более сложный. К тому же, я говорю, если человек участвует постоянно в соревнованиях, то он этот путь вообще забрасывает. То есть, он считает его ненужным, потому что у него не получается. Он видит, что постановка мощной ударной техники идет в разрез с тем, что у него делается хорошо. То есть, он теряет, как я еще уже говорил, я просто повторяю для тех, кто только что подходит в эфир. Он теряет дриблинг, скорость, теряет некоторые тактические моменты и все. Мне нафиг не надо, я буду драться так, как я хочу. А на самом деле, смотрите, что получается. Я всегда люблю приводить удар, аналогию над удара с оружием. С оружием. Это так и есть. Хорошо поставленный мощный удар я сравниваю всегда с кольтом 45-го калибра. Понимаете? Вот реально. И поэтому, если мы занимаемся спортом, то из чего учат стрелять профессионалы спортивной стрельбы? Из специального спортивного пистолета. Он стреляет из спортивного пистолета. Он учится стрелять. Классно, быстро, легко. У него все получается, все замечательно. Но стоит ему дать кольт 45-го калибра, и у него сразу все легко не получится. Почему? А потому что для того, чтобы стрелять из кольта 45-го калибра, надо сотренироваться стрелять из этого кольта. Потому что имеет оружие, размер, имеет, вернее, очень значение большое. Размер, вес, инерция, развесовка, баланс, личная и физическая подготовка. Чтобы работать с такого типа над оружием. Понимаете? Когда человек, который приновырялся хорошо стрелять в страйкболе, из легкого пистолетика, или пинболе, например, и ему дают оружие совсем другого плана, у него не все так будет ловко и легко получаться. И в итоге он скажет, не, мне надо оружие с такими же свойствами и характеристиками, чтобы я мог реально проявить все свои качества, как виртуоз. Особенно, если человек уже стал большим мастером. Ну, реально. Вот и все. И он откажется, понимаете? Или ему придется очень сложно и долго переучиваться. Может быть, с оружием это все быстрее. С телом собственным это все намного сложнее. Гораздо сложнее. То есть переучить собственное тело двигаться по-другому, заставить скоординироваться все мышцы по-другому, да? Гораздо труднее, чем владеть схожим, ну, по крайней мере, внешне над оружием, которое было просто полегче, взять оружие потяжелее, да? Вот. И то, у каждого стрелка есть оружие свое любимое. То есть именно с него он навскидку стреляет лучше. Потому что стоит измениться немножко балансу там оружия, и вскидка произойдет уже не так. То есть по инерции рука пролетит дальше с оружием или ближе, и уже это все не точно будет. Вот и здесь абсолютно то же самое. Понимаете? Если вы хотите, кроме того, что иметь отличную филигранную технику, хороший дриблинг, хорошую тактику скорости, все остальное прочее, но иметь при этом еще мощь огромную, то, понимаете, надо с самого начала ставить эту мощь. С самого начала. А не потом, да? То есть там научился сострелять, а потом работаю с оружием, которое у меня уже будет. Нет. Для спорта это годится, такой подход. Для реальной прикладной техники не годится ни в коем разе. Вы не на очки работать на улице будете, а будете работать на результат. Не поэтому здесь нужно быть готовым с самого начала, а пойти по тому пути, чтобы максимально мощно поставить удар, чтобы в размене, в равноценном, если вдруг до этого даже дойдет, вы могли своего оппонента просто реально перебить. Если вы попадаете в реальном бою, то вы не очко заработали себе, а реально поразили противника по-настоящему. Ну, это тут и есть. Вот и кинхисацию, самый настоящий, который в последнее время сильно дискредитировали. Особенно в боях в тех же самых ММА, в кикбоксинге, в фуллконтактных поединках, где адепты спортивного карате, обладая прекрасной динамикой, скоростью и всем прочим, реально кикбоксерам они проигрывают, китай-боксерам они проигрывают. О большинстве своем, как только дело доходит до фуллконтакта. Роликов в сети много. И статьи, вот мне недавно попались, очень с хорошими, значит, видео-примерами, ну, прям все там четко. Когда чемпионы мира, там, ВКФ-овцы, ну, реально пролетают, проигрывают, чемпионы мира проигрывают просто мастерам спорта по кикбоксингу, КМСникам. Стоит только начать работать реально фуллконтактно. Все. Ну, вот, можете, конечно, спорить со мной, там, я не знаю, ну, жизнь, она показывает это. Нечего спорить тут, да, действительно. Ну, вот так вот просто получается. Почему? Да попадают, и скорости хватает. С огромной скоростью влетает, человек наносит чокуски в живот. Но человек, которому он это делает, не принимает ту концепцию, ту школу, ту систему, по которой, значит, работает этот мастер ВКФ. А очень часто проблема-то возникает именно в этом. В рамках одной школы получается все великолепно, потому что есть ожидания техники. Друг от друга знают, чего ждать, знают, к чему готовиться. Это как два мастера фехтования из одной школы. Прекрасно фехтуют друг с другом, потому что они приняли правила этой школы, они приняли технику, они работают в рамках этой самой техники. Но стоит появиться мастеру Копья, а мастер Меча никогда не работал против мастера Копья, а для мастера Копья не является чем-то удивительным самогипотратом с мастером Меча. И все, мастер Меча уже проиграл заведомо, потому что он вообще не представляет ни дистанции уже другой, ни элементов атаки этим оружием. Все, это проигрыш. А если тут еще и он фехтовал самки всю жизнь, там, пласть, не знаю, там, синаем, да, а настоящим это не фехтовал Мечом никогда, то для него это, тут элементы неожиданности добавятся такие, что это просто капец. Там уже КОТ, это будет отрубленная рука, да КОТ нанесенная. Там уже не защитить, там не будет перчатки, там не будет, там, учебные цубы, там, или что-то еще там, все. Там отрубят пальцы нахрен, и все в порядке. Вот так вот. Цена будет ошибки намного выше. И поэтому с нотопонентом, который работает в стиле фулл контакт, еще обладает мощной, мощной пробивной техникой, то есть уже драться очень тяжело. А вот теперь вернемся к тому, а что может быть, если человек не умеет вообще драться, а у него мощно поставленный удар. Вот, собственно говоря, к самой теме этого видеоподкаста. Уж извините, что я говорю быстро просто, что я к тренировке скоро подъеду. Правда, у меня там останется время, могу и на стоянке это все продолжить. Смотрите, какая штука. Человек, который никогда не стрелял, не занимался в секции стрелковой, никогда не ходил на стрельбище, ну, взял, пошел в магазин и купил себе кольт 45-го калибра. И этот кольт у него есть в руке, и он заряжен, и он направлен вам в голову. Как вы считаете, человек опасен или нет? Он же не умеет сам стрелять. У него же нет опыта подготовки. Он же не виртуоз. Так он опасен будет или нет? Да, безусловно, он опасен. Стоит ему курок нажать, и ему труп сразу. Причем неважно, в голову направлен пистолет или не в голову, может, он направлен вообще будет в ногу. Значит, он отстрелит вам ногу. Все равно вы уже не сможете продолжать сами поединок. Вот так и поставленный удар. Поставленный удар. Даже если человек не обладает тактикой, не дрался никогда, но имеет пушечным проламывающим ударом, которым он может просто выбить дух реально, он очень опасен. Вопрос в другом. Сумеет ли он применить это внутренности в реальной ситуации? Ребята, реальная ситуация-то она. Разная может быть. Если, конечно, дело дошло до такого состояния, когда вы стали друг против друга в стойке и готовы драться, да еще на дистанции сантиметра друг от друга, то, наверное, он уже не сможет нормально применить это все, потому что другой человек, пускай даже не обладающий никаким ударом, а являющийся просто прекрасным тактиком или более опытным самим бойцом, он обязательно победит. Просто он не подпустит на нужную дистанцию, на дистанцию проведения максимально эффективного приема. Не позволит решиться во времени этого, защититься против этого удара и так далее. То есть у него будет много способов для того, чтобы не дать реализоваться этой пушечной технике. Ну, не даст им все. Вот так вот. Но карате не сентенаси карате, а сентенари. В карате не нападают первым, в карате бьют первыми. Поэтому человек, у которого есть такой пушечный удар, он может просто, в общем-то, ну, превентивно все это решить. Предположим, человеку на улице темной ночью два хулигана спрашивают, закурить. Понятно, вне зависимости от ситуации, даст он закурить или нет, его будут бить однозначно. Поэтому просто имитируя то, что он сейчас действительно там ведется на ситуацию, он выходит на нужную для себя дистанцию и неожиданно наносит свой пушечный удар в челюсть. И один тут же лежит. Все. Второй может и не полезть вообще. Либо он наносит два таких удара, пользуясь элементом неожиданности. То же самое, как и неопытный стрелок. Если он сумел оружие подготовить, достать, ну просто подъездцем и заходит и видит, что в подъезде там тусуются какие-то наркоманы. Он из подъезда выходит опять, достает из своего там кейса или чемодана или там барсетки или там бардачка машины. Значит, кольцовый 45-го калибра, заряжает его, берет в руку в состоянии изготовки заходит в подъезд. Ну и что? Все. Он очень опасен теперь. И теперь у этих хулиганов шансов абсолютно никаких. Ну при том условии, конечно, что человек готов стрелять. Ну давайте представим, что у него не кольц 45-го калибра, а травматический пистолет. Тогда чувство готовности у него будет намного выше, потому что он будет думать, что он не может так убить агрессоров, но сможет их остановить. Хотя с короткой СМГ-дистанцией из-за нормального травматического пистолета так убить можно на раз-два. Вообще. Вот. Собственно говоря, такая ситуация. Все, шансов у этих агрессоров будет намного меньше. Вот поэтому смотрите, хорошо поставленная ударная техника, такой удар, он сродни оружию даже у человека, который не занимается постоянно стрелковой подготовкой. Мало того, что это дает уверенность, которая в виде энергетических определенных флюидов распространяется на потенциальных негодяев и агрессоров, которые уже перестают воспринимать человека как заведомую жертву. Это еще и дает и реальное действительно так оружие, которое в определенной ситуации, в определенной, безусловно, не всегда, в определенной ситуации может решить исход ситуации о пользу этого человека на раз-два. Ну вот. Просто не нужно доводить до ситуации открытого противостояния, когда началась драка. Если человек не умеет драться, то в реальной драке ему пушечно этот удар не поможет. Вот и все. Вот и все. Просто мы отдаем себе отчет, что и как. Пушечный удар является прекрасным дополнением. Он является в определенных ситуациях самодостаточной вещью. Вот. А теперь к тому, как его поставить. Ну понятно, что я уже сказал, что наиболее эффективным способом, причем для всех видов единоборства, это мое однозначное совершенно мнение для постановки пушечного пробивного удара является именно макевара. Потому что пушечный пробивный удар формируется из ряда моментов. Первый момент. Это уверенность в крепости своего собственного оружия. Если вы бьете кулаком и вы не уверены в крепости вашего оружия, вы никогда не нанесете ударов в полную силу с голой рукой. Представьте, что вы выполняете элементы тамешивари. Вы хотите разбить два или три кирпича. Или массив из досок толщиной до 12 сантиметров. Ну или пускай меньше, если вы не мастер. И вы уже изготовились удар такой нанести. Бьете со всех сил и не разбиваете. Почему? Потому что у вас нет уверенности. Во-первых, вы ожидаете боли. Во-вторых, нет уверенности в оружии собственном. Потому что оно именно проламывающим обладает характеристиками такими. И вы разбиваете себе руку. Хотя вы точно такой же рукой, даже не подготовленные, при определенных условиях могли бы спокойно разнести бы этот массив досок без вреда для себя, если бы просто точку киме поставили туда, куда надо. Макевара позволяет такую точку киме сформировать не на поверхности самоконтакта, а в глубине мишени. Все. Это раз. Два. Если вы руку на макеваре набиваете каждый день, и она набита, она подготовлена, то все. У вас уверенность в том, что вам не будет больно, точно будет, и вы ударите действительно со всей силы. Реально сможете ударить со всей силы. Представьте, что вы руку загипсовали, прям в гипс, прям в гипс. Этим гипсом вам надо сломать два-три кирпича. Да вы спокойно в эти два-три кирпича песочите с такой силой, что все сломаете без проблем. Вообще проблем не возникнет. Никаких, абсолютно. Почему? Потому что вы уверены, что вы не повредите вашу руку. Вот эта вот штука, которая на руке, она даст уверенность, а эта уверенность реализуется в мощи вашей техники в том числе. Вот. Это первая составляющая. Вторая составляющая, это, как я сказал, уже, ну, косвенно задел. Это техника. То есть, это техника привода вашей ударной контактной части на мишень. То есть, если вы правильно привели руку на мишень теми ударными частями, которыми хотели, то есть сейкен, там, двумя костяшками или так, как надо, по-другому, все. У вас оружие сформировано таким образом, что вы бьете этим оружием именно так, как нужно. И эффективность его повышается в разы. И вы не промахиваетесь, вы не ломаете себе руку, вы себе не ломаете, ничего, у вас все получается замечательно. Вот. Все вроде просто, да? Блин, такая ситуация дебильная. Под горку едем по чистому льду, это просто жопа. Просто засада, ребят. Это вообще, сейчас можно юзом пойти до самого низа. Вот. А что ж, извините, отвлекаюсь немножко. О, они-то вообще колбасит-то. Ой, это просто засада. Вот. Так. Так. Ну, все получается. Заезжаю на парковку, на парковке место есть. Ура! Вот. Так, а что я старался? А, правильная техника. Значит, привод правильной руки на мишень. Дай проеду-ка. Пошел. Опа! Опа! Вот так. Отлично. Пропустили меня, я заехал, все великолепно. Продолжаем дальше. Привод правильный на мишень, все понятно, да. Опять же, по дистанции привод правильный на мишень. То есть, про то, про то, о чем я сказал немного раньше. То есть, про ту же самую точку Киме. про ту же самую точку Киме непосредственно, да. То есть, если правильно точка Киме, то сила вашего удара будет реализована там, куда вы ее пытаетесь действительно занести. И удар будет просто фантастической сам силой и будет достигать эффекта того, которого надо. Потому что можно бить с абсолютно одинаковой силой по поверхности мишени и в глубину. И, несмотря на то, что удар будет одинаковой силой, одинаковой скоростью и так далее, разрушительная способность удара, который пошел в глубину, будет в разы выше. Третье. Это умение преодолевать сопротивление. Не сбрасывать. Ну, это вот очень сильно сочетается с точкой Киме. Не сбрасывать всю технику на поверхности контакта, а уметь, встретив вот это первое сопротивление поверхностных слоев тканей тела человека, дальше пробить на ту глубину, которая запрограммирована, в ту точку Киме, которая нам необходима. Вот. То есть пробиваем на эту на глубину и наставлюем руку там, максимальная концентрация и Киме происходит на этой глубине. Все это сочетается между собой, да? То есть, но нам надо преодолеть вот это вот 10-15 сантиметров сопротивления, которое идет по нарастающей, потому что ткани уплотняются по мере сжатия. Ну, хотя бывает и наоборот. То есть, когда, например, человек напряг пресс, и вы ему пробили пресс, то сначала, наоборот, контакт идет жесткий, а потом пресс расслабляется, и вы просто уже транзитом пролетаете дальше. Но, если не рассматривать реакцию от организма человека, рассматривать, предположим, удар в ногу, да, по мышечным самотканям, то там, чем больше проникаете, чем вы больше проникаете в глубину, тем идет усиление сопротивления. И важно это сопротивление преодолеть на одном, как говорится, дыхании, чтобы не было сначала максимальной концентрации киме, а потом дальше проталкивание в саму мишень. Нет, чтобы это было в одно движение. Вот макевара позволяет это сделать то же самое. Поэтому сейчас макевару использовать стали везде. И ММА, и бокс, и кикбоксинг, и Тайланд, тайский бокс, все. Я уже, я думаю, что в настоящий момент в карате используют, наверное, макевару меньше, особенно для постановки удара пробивного, чем в других направлениях. Ну, не без моего, скажем так, участия, чему я очень, собственно говоря, рад. Вот. Потому что ортодоксы карате чаще всего просто говорят о том, что они считают, что макевар это сердце карате, но, как я говорю, ни хрена на макеваре не работают. Вот, хочу привести пример совсем недавно была, значит, такая ситуация, проходили в Иваново соревнования по Нот-ММА. Хороший был турнир, прямо, вообще великолепный, организация просто прекрасная, проводил эту, то есть, организовал этот турнир мой, но ученик, Григориан Рудольф, вот, ну, может сказать, бывший, может, ученик, но, наверное, бывшим не бывает, как и бывшие сенсии не бывают, ученики не бывают бывшими, то есть, у нас отношения отличные и великолепные. Он сейчас, в настоящий момент, президент Ивановской Федерации, Нот-ММА. Вот. И выступал там парень, за которого мы болели, на Казарян Айк, прекрасный провел бой, доминировал всю дорогу, не давал шансов вообще своему оппоненту, сам титулованному с Узбекистана, и в итоге, находясь в положении, значит, с маунта, добивал сверху и сломал себе руку, вот, понимаете, вот, добивал человека сверху, выигрывал, доминировал, в итоге сломал себе руку. Вот, вот, вот такой вот ситуации. А почему? Рука не готова, понимаете, есть пушечный удар, хороший, мощный удар, попал противнику, наверное, в лоб там, я не знаю, либо в локте, все, и сломал себе кулак, запястье, не знаю точно, что, и вот, понимаете, бокс в этом плане, они молодцы, конечно, парни, они берут все новаторское, но, что касается спортивного бокса, они, наверное, никогда, кто работает только в спорте, они всегда будут свои руки беречь, они будут заниматься набивкой, потому что это тейпирование, бинтование, перчатки защищают руки настолько, что у них актуальность укрепления ударных поверхностей на десятое место уходит, а вот ММА возьмут это, знаете почему, а все просто, те перчатки, которые у них на руках, они не настолько хорошо защищают, не настолько хорошо, можно сказать, они просто для близиру, чтобы не ссадить руки, не ссадить и не рассечь собственные руки в ударной технике, вот и все, ну и как-то немножечко, немножечко подстраховаться, но это не страховка та, которая прямо фиксирует полностью там все, все пясные кости, запясные и делает из руки, но оружие формирует, нет, ничего подобного, абсолютно, кстати, для незнающих людей скажу, что перчатки в ММА надевают не для того, чтобы не свести харю противнику, чтобы ему было лучше противнику, а для того, чтобы было лучше себе, именно для того, чтобы руки собственные защитить, а не лицо противника, по которому будете бить этими руками, вот такая ситуация, поэтому руки надо укреплять, и в ММА, наверное, Макивара приживется быстрее всего, быстрее, чем в любых остальных направлениях, потому что именно там постановка и пробивная техника, она нужна именно для голой руки, они это очень быстро понимать начинают, понимаете, новаторские школы, новаторские направления быстро соображают, что к чему, и заиметь в своем арсенале, в придачу к тому, что ты мастер боя, еще и оружие реальное, это всегда очень большой положительный момент, а знаете, интересно, особенно, скажем, ну вот интересно, что, то, что это оружие можно получить, вот как человек покупает, предположим, в магазине, скажем, пистолет, при всем, при том, что у него есть на это, там, ну, разрешение справки, все, он пришел в магазин, если разрешение у него есть, он оружие взял и купил, и для того, чтобы ему оружие купить, ему не нужен тренер, педагог, мастер и наставник, вот здесь вот, кстати, будет спорная тема, я думаю, что многие захотят со мной поспорить, но это беспринципно, если вы обдумаете мою синтенцию, то вы поймете, что я прав, для того, чтобы научиться драться, нужен тренер, однозначно, да, нужен наставник, нужен педагог, который, учитель, мастер, который проконтролирует, все серьезно, и будет с вами заниматься, да, и нужен спарринг-партнер, и так далее, для того, чтобы поставить пушечный удар, в принципе, было бы неплохо, если бы с вами был человек, который мог бы и вести вас, от начала до конца, понимаете, мог бы, вот, занимался с вами, как учитель, но представьте, что постановка удара, мощного пробивного, она сродни умению чистописания, вам даются прописи, в этих прописях, все написано, нарисовано как, вам нужно просто повторить, вот просто, точно так же писать, писать, писать на строчках, эти сначала крючки, палочки, эти кружочки, и в итоге у вас формируется навык, потом вы начинаете это делать быстро, бегло, и у вас получается красивый, ровный почерк, сформированный, вот работа на макеваре, она очень напоминает, подобную работу, если у вас есть прекрасное методическое пособие, вот эти прописи, как это делать, и все расписано, вот и до, вы можете заниматься этим, и без педагога, конечно, неплохо бы, чтобы тренер в какой-то момент, это дело проверил, да, посмотрел на вас, вот оценил, оно было бы очень хорошо, но если такой возможности нету, то на макеваре, можно заниматься самостоятельно, и это будет, вы покупаете макевару, как оружие, только оружие вы покупаете, чтобы им пользоваться, макевару покупать для того, чтобы сформировать оружие свое, то есть вы покупаете, предположим, как нотаппарат, которым закатываются патроны, вот, и вы эти патроны начинаете делать дома, вот то же самое и макевара, вы можете самостоятельно сформировать, значит, укрепить, и оружие свое, и в виде кулака, и поставить мощную пробивную технику, но для того, чтобы научиться это применять оружие, эту технику, вам, конечно, придется найти тренера, который научит вас драться, то есть применять оружие ваше, то есть вы приходите со своим оружием, и он из этого оружия учит вас стрелять в соответствии со всеми канонами тактической стрельбы, стендовой стрельбы, и так далее, это то же самое, как вы придете учиться ездить на своей машине, вы можете прийти в ДСАФ и на машине, на чужой научиться ездить, а можете купить свою, или собрать ее даже, я не знаю, и приехать учиться, ездить на ней, вот и все, поэтому на самом деле оружие надо формировать, для этого время можно найти, для этого не обязательно ходить к тренеру, для этого достаточно иметь хороший профессиональный снаряд, это я уже к рекламе перешел, прямой практически, хороший снаряд, сделайте вы его сами, или вы его купите, это как угодно, пожалуйста, я же только что сказал вам, что вы можете приехать в ДСАФ на своей машине, которую вы либо купили, классную, либо собрали свою, какую-то самоделку, если вы только не виртуоз, и супермастер, это механик, именно по спортивным автомобилям, я не рекомендую собирать вам сами, даже если вы знаете все правила сборки, как правило болты крутить, надо еще и знать все характеристики, вы знаете, как часто говорят, да на формуле, у него подвеска была настроена по-другому, вот макевара так же, если она была настроена по-другому, непрофессиональным способом, то не факт, что вы развиваете все те качества, которые нужно, вы даже можете нанести себе вред, но ради бога, кто делает макевары сам, пожалуйста, делайте сами, в соответствии с вашим представлением, либо если найдете в интернете, как кто-то советует, если вы верите, доверяете, пожалуйста, делайте сами, если не уверены, покупайте профессиональные макевары, мои макевары Камертон МБШ, это реально профессиональные макевары, от профессионала, которые 20 лет конструируют макевары, 25 лет работает на них, и которые уже завоевали весь мир. Все, рекламу я закончил. Все, больше не буду. Вот. И нужна методика. Берете хорошую методику подготовки для укрепления ударных поверхностей, для постановки ударной техники и вперед. Вот так вот. Кстати, сейчас там по поводу, а сможет ли вас оценить нормально человек, который на этом работает. Как к нему попасть там на семинары и все такое прочее. Знаете, сейчас вот просто появились прекрасные способы, как это можно сделать вообще дистанционно. Это могут быть даже вебинары, которые могут проводиться в области такого интерактива и спортивного зала. Я, в принципе, хочу внедрить такую методику, потому что ко мне народ-то приезжает на тренировки постоянно, то есть на такие микросеминары, микро именно по количеству народа. То есть приезжает по 2-3 человека, я провожу цикл самозанятий. А по сути-то, я как излагаю все то же самое, что у меня есть в курсах. Вот. И потом контролирую, как и люди это все это дело делают. Так вот, проконтролировать, как они это делают, я могу, если у нас 2 веб-камеры стоят у него на ноутбуке, он спортивный зал свой взял, и у меня, и мы в виде вебинара спокойно я там оценить могу, или даже по скайпу, как это все это работает. Все. И все очень замечательно получается. Вот. И тогда не придется очень сильно переплачивать, да, в том-то ключе, как это бывает. Человек на персональный приезжает в сам семинар, платит 20-25 тысяч, да, чтобы он там 4 дня я позанимался с ним, а так комплект самих курсов стоит пятерку. И потом еще там проконтролирую его, ну, там буду вести 2-3 месяца, контролируя раз за неделю, чтобы он не ушел в какие-то дебри собственные, как это дело делать. Ну, ладно. Я действительно хочу с рекламой закончить. Я, может, в ссылках потом или в комментариях к этому видео просто дам написание к тому, как на эту тему мы пообщаться можем дальше, вот, если это кому-то будет интересно. И вернемся к теме того, что нужен ли удар, и имеет ли он смысл, если человек не умеет самодраться. Ну, кто только что в эфир подошел, посмотрите видео с самого начала, где я вроде как базу подвел, что вообще неплохо иметь оружие в виде нотудара, даже если драться не умеешь. И провел аналогию с оружием реальным, но так не стрельным. Ну, и то же самое нож. А, пожалуйста, если в руке у человека есть нож, вы находитесь в лифте, да, а у вас его нет, у кого больше шансов? Пускай человек не является виртуозом ножевого боя, но он чрезвычайно будет опасен, безумно он будет опасен. А к тому же лифт это такая штука, где реализовать свои потенции даже мастер боевых искусств нормально не сможет, потому что у него нет ни базы для того, чтобы укорениться фундаментально в стойке, у борца не будет места для амплитудного жесткого броска и так далее. И шансы могут уравниваться. И вот в такие моменты, когда у вас есть масса ограничений, которые не позволяют хорошо применить реально технику боевых искусств, такую как ударная, борцовская, обладание мощным ударом вообще выходит на первое место сразу же. Почему? Потому что там начинается размен. Вы входите в размен ударами, кто кого просто перебьет. И вот предположим, что вы с противником друг другу нанесли по 10 ударов. Ваш удар, сам я каждый по 400 килограмм, у вашего противника 150. Вы занесли ему 4 тонны, а он вам сколько занес? Тонну 500. Ну, я говорю, это по 10. 10-то не надо. Там, может, иногда это хватить двух ударов. А там одного. Противник вам ударил, сломал ребро, а вы ударили его и выбили дух из него. И он вам ударил, сломал нос или разбил губы. Вы ударили его, и у него челюсть валяется в углу, а он в самом глубоком и в самом нокауте. То есть, он в одном углу, челюсть в другом. Горазмен ударами это великая вещь, особенно в реальной жизни. В реальной жизни. В ограниченном это пространстве. И вот здесь обладание мощным поставленным ударом, даже без умения драться, играет огромную, огромную роль. Поэтому, ребята, обязательно ставьте себе мощный пробивной удар, не игнорируйте это, не пытайтесь все решить на скорости, дриблинге, тактике и стратегии поединка. Это все нужно обязательно, все нужно, особенно в спорте. В жизни это очень сильно помогает, спорт в жизни помогает, но только если вы его приводите к реальным жизни, а в реальных жизни реальное оружие должно быть, а не спортивное. Ну все, ребят, на этом, в принципе, я заканчиваю. Мне кажется, тема была интересная. Я этот ролик выложу в том числе и на Ютубе, а вы обязательно поделитесь ссылкой на Фейсбук и подписывайтесь, кстати, на мои каналы на Ютубе и на мои сайты www.shin.ru www.budoblog.ru www.makivara.ru www.drshilov.com Ну и еще до кучи скажу про корректуру.ru Там тема несколько другая, там по развитию тела, коррекции фигуры, похудению, наборе мышечной массы и так далее. Ой, прошу прощения. Но тоже будет интересно. Вот. Все, друзья. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует...